всем привет ну что пойдем посмотрим у меня на районе какие из храмы посмотрите что это такое как что они из себя представляют какой формы и поговорим о особенностях между делом тут в ашраме ребята решили поиграть в какой-то народную индийскую игру в крикет типа нашел от и вот типа бейсбола ладно идем храмом их храма можно определить по характерным маковка вот мы сейчас пойдем получается видите вот одна вот вторая маковка вон вдалеке такое возвышение стоит и вот он следующий храм получается у меня при ашраме их есть несколько когда выходишь такие мини храмики это вот эти вот две ближние вот и вот маковки простой храм вот он представляет собой такую комнату наверно простого вот а вот эти вот многоэтажные большие это уже что-то более серьезное там несколько этажей на каждом этаже по такой комнатке как правило мурти либо статуя какого-то из богов а вот тут игра происходит и просто очень хочется сказать что храмы все это новоделы решкиши как я насколько я знаю это было землетрясение и все храмы по разрушил эти древние старые ставлю как может быть 80 90 годах поэтому все вот это все восстановленное и новое вот вот когда выходишь с моего шрама вот она на храм кстати у меня приятельница здесь вот в этом таком небольшом храме заказывала пуджу на свой день рождения вышло наверно 5 либо 3000 рупий но это почти то же самое в рублях вот можно заказать пуджу такое где она будет посвящена только тебе такое служение богам то мантру начитала в общем кому нравится такие истории все это возможно только деньги платить вот это так называемые тоже храме который я показывал небольшой вот он посвящен кришне и наверное это лакшми вместе с ним вот они статуи мурти сюда обычно женщина приходит какая-то делать богослужение над простая на наверно не броминка на мирянка вот они сюда все приходят просто с улиц храма вот эти маленькие не всегда открыт там нет брамина ты можешь всегда зайти и там сделать подношение шиве или махадеву вот вот тут вот этот храм такой тоже небольшой тут шива линга какие-то вот всякие статуи я не знаю кому они посвящены вот здесь кстати видите такой как болтаешь тут куда проходит яги тут вот именно вот в этой штуке брамины жгут огонь делают яги вот они сидят вокруг нее подливают масло и жгут читают нужно санскрите из какие-то видимо гимны свои богослуженческие вот но это в центре как я понимаю это шакти супруга шилы в красный цвет ее и вот тут женщина часто проводит ну просто я по утрам выхожу вижу как она проводит здесь простая мирянка не броминка проводит здесь какое-то действие периодические ритуальные на красный цвет и повторюсь цвет шаг шива линга ну и коровы тут вот уже пришли припарковались по каким-то своим делам быки тут что-то все вот преисполняется ладно пойдем к тем дальним храмом сейчас я тут недалеко идти поснимаю немного вам улицу чтобы почувствовали увидели местную атмосферу вайп тут минутку идти даже до храма там уже потом увидите его приделал такой штуку камеры штуки не тряслись ну вроде мой эффект ходьбы он как-то стабилизируется вот храм многоэтажный видно сразу что новодел уже потому что они старые которые чуть подревнее они немного другой формы вот ребята с форофтинга возвращаются как правило возле каждого храма большого сидит бромин которым можно зайти посмотреть и он сделает или пуджу или поставить тилок можно его заказать пуджу ну и дать какое-то подношение так что они заинтересованы в этих вот вход в храм такой там дальше ставит разного рода мурти то есть статуи по нашему а это уже другой храм мы как раз к ним подходим такой популярный как я понимаю очень вришакеш потому что сюда съезжается много разного рода индусов паломников вот сюда заходишь обязательно надо обувь снять посвященный шире вот надо снять обувь вот специальная комнатка чтобы обувь снимать и заходить нужно если вы на нас тоже вот и что интересно мурти вот эти статуи они такими ставнями закрываются на ночь и в целом дети они как бы в решетке такой как я понимаю фидусов много паломников много это делается для того вот тут ганеша вот делается для того чтобы просто не разбомбили если много людей каждый будет трогать тереть что туда ложить что-то поджигать вот большой из нас будет а уж заходить вовнутрь не буду нам главное его внешняя составляющая вот он этот храм я специально поднялся чуть повыше такое он себя представляет вот там верхушки макушке также с муртиями со статуями богов и они все за стеклом там получается на каждом этаже возле вот каждого божества они возле каждого но часто отдельное божество отдельный бромин то есть их там много есть еще комнатки с магазинчиками то есть ты идешь тут же можно бромину что-то заказать что-то какому-то пуджу и тут же что-то купить какими-то сувенирами это варится вот в общем так все интересно но и трезубцы трезубцы понятно символ шивы если бы было бы был бы такой диск сверху вот вместо трезубцев это символ ну вишну бога да сударшина чака символ бога шивы это как раз таки трезубец поэтому по ним можно определять какому именно божеству принадлежит данный храм сейчас мы вот по вот этому такому темному колидору выйдем на центральную улицу по которой я шел и пройдем еще тут есть пара храмов у меня на районе вот они такие очень аутентичные я с одним чувствую определенную не то что связь но там прямо сверху я вижу мудрецов который постоянно какую-то как будто ягию делают какие-то ребята уже прогуливаются и вот они такие они не помпезные никакие такие старенькие вот ну вот она наша улица по которой мы шли ладно уже следующим кадром будем из этого храма про который я говорю про старенький так ладно местный трафик такие рисунки пройдемся минутки две идти до храм про который я говорю почувствуйте атмосферу говорят среднее время у индусов стало много денег и они понакупили себе кучу техники каждый первый индус на мопеде поэтому вот эта улица она была раньше как бродвей там иногда проедет пару машин пару мопедов сейчас они могут брать кредиты стали давать кредиты как куда-то деньги у них в общем взялись поэтому бизнес пошел много туристов куча транспорта стали сдавать за деньги поэтому уже теперь все вперемешку и транспорт и люди тротуары здесь в целом если это небольшие города не принято дело для людей всегда все идет на едином потоке тут же люди тут же коровы собаки вообще все вот так вот храм который я говорил какой-то вот он отдельно стоит вот он какой-то старый как я понимаю здесь вот фотография двух святых это либо основатели храма сейчас как отдыхают либо основатели храма там на фотографиях и может какие-то йоги ну вот интересный он такой даже по составу другой то есть он ну вот не тот где мы сейчас были вот эти здоровые новодела тут он какой-то он антентичный тут каждый день сюда бромин приходит проводит пуджу вот и вот там на фотографиях я не знаю видно вам или нет картинки женщины скорее всего либо это храм либо сарасвати либо богиня ганги потому что вот там как бы на воде стоит богиня что-то либо одно либо но это тоже посвященный тем же мужчинам тоже получать вторая часть храма с такими статуэтками каких-то мужиков с сами в общем жизни много я кстати одет сейчас очень тепло пошли теплые дни у меня толстовка ну толстовка вот так даже можно было бы толстовка снять тепло в общем очень в россии то сейчас по прохладнее так идем на другой район тут баба джи сидят уважаемые аскеты ганга смотрят как будто вообще белого никогда не видели много европейцев конечно понаехала сейчас начались йога курсы разного разных национальностей приезжала слышишь и испанскую английскую какую-то португальскую разную речь так а сейчас мы подходим к храму ганги посвященные богини ганги тут вот кстати часов 10 в 11 раздают просад то есть освященную пищу бесплатно разного рода садху вот отшельникам которые одевают оранжевые йогом ким с китайцем постоянно в это время в 10 11 утра их топ сидят с котелками собирается множество народу вот вот так вот он выглядит туда внутрь заходишь вон какой-то бронин там что-то сидит видимо читает часто просто собираются какие-то люди съезжают на культа службу ну и коровы как обычно в прицепом к любому храму потому что и коров тут кормят всех в общем кормят такая особенность местная прихом на хариом джи а воюх но winter финиши что уже тут знаю некоторых продавцов они меня знают веревь знаю кстати про вот этот храм посвященный ганги герзают просад я про него все расскажу несколько важных вещей но это уже будет следующем видео оно будет посвящено тому как духовный искатель может жить здесь но в частности в лишь кеш и без денег продолжительное время как закрывать все потребности в жилье и в питании вот на следующем будет видео ну что мы подходим к мосту ранжула тут и район называется также ранджула как и мост и там будет пару таких популярных у индусов храмов где стена много народ толпучкой вообще этот район быстро стараюсь пролетать куча людей и тот район где я живу называется лакс манжула в честь моста только он сейчас на ремонте а этот работает вот тут много людей много разного рода вот это индийская жизнь потому что все очень живо всякие наряды красные сейчас дойдем тут же обезьяны пищи еду готовят варят жаре тут же чай пьют вот эти все взгляды цыганские у индусов европейские леди что-то делает полиция сидит вообще только персонажи так ну и вот начались вот этих храмики на берегу ганги вот вам про которые я говорю тут более так мне нравится что каждый может зайти мало решеток а у сэнки джу о ссори вот такая же макушка храма опять же вот муки про которые я говорил статуи они за решеткой ганеша все сарасовати как я понимаю шива парвати а вон сидит да у всех такие глаза наваленные как будто они только что только что что-то употребили какие-то вещества индийские что они там едят красные глаза обезьяны здесь тоже преисполняется вот такой храм мне эти маковки напоминают наши храмы православные в россии только тут сверху вот такой как бы лотос а у нас в россии тоже получается многогранный вот купол да и сверху тоже маковка но она чуть другая там сейчас крест стали помещать как я понимаю раньше крестов там не было тоже красный вот ладно буду заканчивать вот матушка тут отдыхает корабли снуют много жизни ладно до встречи в следующем видео куда-то